Боевики так называемой ДНР совершили сегодня жестокое нападение на гражданских наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщили в мониторинговой миссии. Подробности обещают рассказать позже. Кроме того, наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. В районе Бахмутской трассы украинские войска находятся на очень выгодных позициях. Противник выдохся после двух недельных боев и сейчас перешел на артиллерийские обстрелы. В ходе удачного маневра украинские военные укрепились на господствующих высотах. Противник прекратил пехотные атаки. Теперь ведет огонь преимущественно по ночам. Нас постоянно накрывает артиллерия, потому что позиция постоянно в зоне видимости. То есть километр двести от нас уже их позиции, они нас могут спокойно просматривать. Бельмо на глазу, скажем, для них. Враг, по сведениям украинской разведки, после поражений в недавних боях озлобился, но не имеет сил и средств для масштабных атак. Працюют они из населенных, из направлений населенных пунктов Фрунзе, Донецкий, Жолобок, Смиле. Особливой шкоды они нам не нанесли, втрат у нас нет. Минуло и ночи на низ позиции враг выпустил 250 гранат СГС-17, только по одной позиции. Интенсивные очень обстрели. Даем адекватную ответственность врагу, пытаемся не вести себя на провокации. Бойцы сообщают, с той стороны заведена группа российского спецназа, в частности снайперы. На днях от их рук погиб украинский боец. Военные документируют факты работы оккупантов. Вот она, это то, что по Юрцу прилетело. Мы его потом опубликуем, чтобы люди бачили. Я в партизанах сидим. И на шелет еще. По уточненным данным украинского командования, в ходе боев за поселок Желобок противник потерял убитыми 26 человек. Большинство из них граждане Российской Федерации. С нашей стороны один погибший. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Продолжение следует...